Друзья, добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы отправляемся на прогулку по району Вильнюса, который называется Нуямистис. И несмотря на название, которое можно интерпретировать как новый город, этот район с богатой историей. Нуямистис один из крупнейших по площади районов Вильнюса. Он очень пестрый и разнообразный, поэтому нам сегодня предстоит многое обойти. Постараемся посмотреть как можно больше знаковых мест и, надеюсь, нам удастся составить представление о том, как Нуямистис живет сегодня. Желаю приятного просмотра! Трудно решить, с чего начать рассказ о Нуямистис и как вписать все самое интересное в одно видео. Нуямистис такой район Хамелеон, и внешний облик и атмосфера его улиц часто зависят от того, с каким другим районом он граничит. Ближе к старому городу классическая архитектура и планировка улиц, а чем дальше к спальным районам, тем больше промышленных зданий, широких проспектов и вариаций панельных домов. Условно Нуямистис можно поделить на несколько самостоятельных участков. Начнем с главной улицы Вильнюса, проспекта Гедемина. Первая его половина ведет к кафедральной площади. Это место считается самым центром города. Здесь проходят праздники и фестивали, организуют ярмарки, ставят елку на Рождество, и, наверное, каждый турист считает важным увидеть эту часть города. Все же это исторический центр и совсем другой район, Санамистис, по которому мы гуляли вот в этом видео. На сегодня же у нас план другой, поэтому предлагаю не сворачивать с проспекта и рассмотреть самые яркие доминанты района Нуямистис. Многие министерства, правительственные здания и суды располагаются в радиусе проспекта Гедемина. Среди них Министерство связи, агрикультуры, юстиции, экономики и семь Литовской республики. Здания в этой части проспекта выглядят солидно и статно. Они щедро украшены, но эти архитектурные детали легко не заметить из-за плотной застройки и узости самого проспекта. Даже если вы гуляли здесь не раз, что-то точно не заметили. Может, скульптуру праздник Мусс при входе в драматический театр, милых медведей с плитками шоколада или изящные балконы в форме раковин. Дом по адресу Гедемина, 35, привлекает не только необычным цветом фасада, но и скульптурой Атланта на Башенке. Это здание бывшего купеческого клуба. Дом появился в 1913 году и стал местом встреч самых богатых и влиятельных резидентов Вильнюса, которые хотели объединить свои усилия и капиталы, чтобы преуспеть еще больше. Сейчас здесь находится банкетный и конференц-зал, а с террасы на крыше можно насладиться видом на центральный Вильнюс. Дальше по проспекту располагается площадь Винцеса Кудирки с памятником создателю национального гимна Литвы. А если пройти еще один перекресток, попадем на Лукишскую площадь с красивым современным парком, но темной историей. Напротив здание суда, где в прошлом располагалась штаб-квартира Гестапо и КГБ. Многие люди были замучены и убиты внутри, а их имена теперь высечены на каменных табличках. Сейчас здесь располагается музей оккупации и сопротивления, также известный как музей жертв геноцида. Там можно ознакомиться с архивными документами и увидеть настоящие камеры КГБ. Интересно, что в этом музее работают мои студенты, опытные историки, которые по крупицам собирают сведения о депортированных и погибших литовцах в годы оккупации. Меня давно приглашали посетить этот музей и даже обещали по дружбе провести экскурсию, так что если вам тоже это интересно, дайте знать в комментариях, и я с удовольствием сниму отдельное видео. Территория музея тоже экспозиция. У памятника жертвам политических репрессий всегда лежат цветы и горят свечи, а на ограде сейчас представлена серия ярких постеров, которая рассказывает о 30-летии диктаторского режима Лукашенко в Беларуси. Тем временем мы дошли до конца проспекта Гедемина, а за мостом уже район Жверинос. Здесь в самом конце главные улицы города гораздо просторнее и тише. И внимание, конечно, привлекает скульптура на фасаде дома 64. Это святой Кристофор, покровитель Вильнюса. На другой стороне улицы национальная библиотека и литовский сейм, строгое здание, украшенное флагами Литвы, Европейского Союза и Украины. Мы на площади независимости. Здесь сохранились фрагменты бетонных баррикад с надписями и рисунками за свободную Литву. Вы, возможно, знаете, что Литва была первой республикой, решившей выйти из состава СССР. И в 91 году за это решение пришлось побороться. После того, как советские войска захватили в Вильнюсскую телебашню, появилась опасность захвата Сейма. Люди съехались со всей страны, чтобы защитить парламент. И это сделать удалось. Литва стала свободной еще до того, как Союз прекратил свое существование. Второй условный квартал района Нуямистис вдоль берега реки Нярис. Здесь совсем другая аура. В архитектуре преобладают монументальные сооружения межвоенного и советского периода, а места на широкой набережной достаточно и для движения авто, и для прогулок в тени деревьев. Дом ученых – самое яркое сооружение в этой части района. Здесь в роскошных просторных квартирах жили научные работники и ценные деятели советской науки, искусства и культуры. Выразительная башня была не только украшением дома, но и выполняла функцию слежения за воздушным пространством. Постепенно вокруг дома ученых стал складываться цельный научный квартал. Еще одно примечательное здание – театр оперы и балета. Он выделяется необычной формой и интерьером, а его черная крыша видна со многих смотровых площадок Вильнюса. Перемещаемся вглубь. Нуямистис и оказываемся в квартале у горы Таурос. Сейчас здесь идет большая реновация. Планируют создать зоны отдыха и спорта с уличными тренажерами и площадками для детей, а центральную часть склона готовят для зимних развлечений. По проекту в этом году на вершине горы начнут строить национальный концертный зал с большой сценой для классической музыки, камерным залом на 500 мест и холлом для выставок и культурных мероприятий. Уже есть и промежуточные итоги этого большого проекта. Недавно открыли пешеходный мост и обновленный сквер на месте лютеранского кладбища прямо у дворца бракосочетания. Здесь не слышно шума улиц и можно отдохнуть в тени вековых деревьев. Вдалеке даже видны небоскребы Вильнюса, но работы еще много. Проект планируют завершить в конце 26 года, тогда мы с вами обязательно сюда вернемся. А сейчас погуляем по роскошным улицам в сердце старого Вильнюса. Сейчас перед нами восходящая улица Басанавичуса и роскошный дом, который напоминает замок. Там в начале 20 века размещалась штаб-квартира литовских железных дорог. По правой стороне, в глубине сквера, скромно расположился польский театр на Погулянке. Такое милое название эта улица носила до 1940 года, потому как была любимой локацией местной публики для долгих прогулок. Само здание построено в романском стиле и содержит черты краковской архитектуры. Выделяется красная черепица и двухъярусная крыша. Дом был специально построен для театральных нужд и какие только трупы не выступали на этой сцене. Если и вы любите театральную атмосферу и хотите посмотреть спектакль на русском языке, вам точно сюда. Здесь неподалеку располагается мой любимый ресторан Rosehip. Когда хочется разнообразия на тарелке и вдохновения для экспериментов на собственной кухне, мы отправляемся сюда на полноценный обед или же просто забегаем на кофе-паузу, если оказываемся поблизости. Я очень люблю этот пятачок. Ресторан, музей современного искусства со стильным парком и городской страж, который наблюдает за порядком свысока. Расположение этой статуи не случайно. В средние века Вильнюс окружала крепостная стена. От нее мало что осталось сегодня, но восстановить на карте ключевые ее точки не составляет труда. Одни из десяти ворот оборонительной стены находились как раз здесь, на пересечении улиц Страку и Пилиму. А сама скульптура – дипломная работа литовского скульптора Станислава Сокузмы, который представил ее к 650-й годовщине основания Вильнюса. Еще один самобытный квартал Нуямистис – это территория у автобусного и железнодорожного вокзала. У этой части города сформировалась недобрая репутация. Дешевые хостелы, забегаловки, грязноватые улицы и характерные запахи только дополняют картину. Тем не менее, постепенно эта часть Вильнюса меняется в лучшую сторону и даже приобретает хипстерский имидж. Здесь любит тусоваться молодежь и смело можно устроить турне по барам. На голых стенах домов появляются большие граффити, которые поражают своим размахом, а старые фабрики трансформируются в арт-пространство, клубы и современные бизнес-центры. В прошлом веке именно Нуямистис был индустриальным центром Вильнюса. Здесь производили радиоприемники, чулки, сигареты, дрели. Например, фабрика Элфа занималась производством электротехники. Там работало более 8 тысяч человек, и территория завода была как отдельный город. Теперь здесь клуб Лофтас с классной электронной музыкой. Неподалеку отсюда, по адресу Шевченко, 16, был еще один завод, который называли почтовый ящик 555. Здесь производили то ли черные ящики для самолетов, то ли приборы для космических кораблей. Производство было засекречено, так что сами работники не знали, где будут применяться результаты их труда. Еще одно знаковое место в районе двух вокзалов – это старейший рынок Халя. Летом здесь невозможно устоять перед буйством красок, свежих овощей и ягод. Внутри просторно, но места как будто всегда не хватает, и у входа обязательно будут торговать дарами своего сада милые бабушки и дедушки. Здание рынка появилось здесь в 1906 году, и несущие конструкции сохранились до сих пор. А ну я, мистец, я могу рассказывать долго. Это действительно мой любимый район, место, где комфортно жить, работать и отдыхать. Невероятно гармоничный и всегда очень разный, но я, мистец, мне кажется, лучше других районов отображает целый Вильнюс. Как будто здесь всего по чуть-чуть – старины, модерны, роскоши и бедности, и каждый найдет здесь что-то по душе. Уже на обратном пути, когда я заканчивала съемку, нас на дороге остановили девочки, вручили нам приглашение, и вскоре мы оказались в Тихом дворе, где проходила выставка работ их студии искусств. Присутствовали в основном родители и учителя, но были и такие же случайные прохожие, как мы. Сами картины нам очень понравились, они невероятно получились глубокие. Хотелось рассмотреть все детали и углядеть скрытые смыслы. Друзья, сегодняшний выпуск, мне кажется, получился очень насыщенным, поэтому вдвойне будет интересно узнать о ваших впечатлениях от прогулки по кварталу Нуямистец. Пишите в комментариях, что вам запомнилось из сегодняшней прогулки больше всего. Если это видео вам понравилось, и если вам вообще интересен формат, когда мы отдельно изучаем и исследуем каждый район Вильнюса, то, пожалуйста, дайте знать мне в комментариях, и, конечно, поддержите это видео лайком. В следующий раз мы отправимся исследовать другой квартал Вильнюса, а пока приглашаю вас в мои недавние выпуски, которые вы могли пропустить, если на мой канал не подписаны. Приглашаю вас подписаться, если хотите всегда быть в курсе видео новинок из Литвы. Друзья, мы с вами встретимся уже очень скоро в новом интересном видео, А на сегодня будем прощаться, но совсем ненадолго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok